Строительство и укрепление подпорной стены ведутся на улице Цурюпа, 13-9. Строители проводят работы по устранению аварийной ситуации, которая сложилась здесь в марте текущего года в результате обильных осадков. Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи контролирует производство работы. В связи с продолжительными ливневыми осадками активизировался оползневой процесс по улице Цурюпова. Этот оползневой процесс помимо дороги затронул еще частный участок индивидуального застройщика. На сегодняшний день уже вышел на работы по укреплению в первую очередь своего участка на своей территории строительства подпорной стенки. Ее функционал будет и удержание автомобильной дороги. После установки верхний слой дороги планируют покрыть бетоном. Ремонтные работы рассчитывают завершить в течение месяца. Конечно, очень рады, что дорога будет хорошая, что не надо будет объезжать. Да, конечно, рады, потому что затрудняло проезд, как и машинам, у транспортов. Также пешие прогулки очень мешало. Было опасение споткнуться, упасть. Если в районе дома 13-9 работы по укреплению подпорной стены на улице Цурюпа уже завершают, то у дома 13-А строительная деятельность прекращена уже как три месяца. В Сочи 24 июля в 23 часа вечера во время ливня начал движение оползень в районе дома на улице Цурюпа 13-А, из-за чего обвалилась подпорная стена. Под бетонными плитами оказались семь автомобилей, повредилась газовая труба. Восстановительными работами занимались строительная компания «Академия безопасности». При помощи их техники был зачищен склон от деревьев и засыпан гравий поверх обрушенных блоков стены и машин. Первые несколько недель эти работы велись активно. Три месяца уже не ведутся работы. Всё бросили, всё остановилось. Мы уже куда только мы не писали, куда только мы не обращались. Строители забрали всё оборудование, всю технику, всё тихо. Нам уже удалось получить комментарий от специалистов строительной компании. Они заверили, часть работ уже сделана. К примеру, выполнено усиление уцелевшей подпорной стены путём устройства металлической обрешётки и закрепления анкерными сваями. А также выполнены строительно-монтажные работы по отводу ливневых вод. На сегодняшний день выполнен проект второго этапа, который включает в себя закрепление оставшейся части уцелевшей подпорной стены с устройства новой стены в районе 5-6 подъезда и возведение подпорной стены на месте разрушенной в районе 5-4 подъезда. В ближайшее время ждём финансирования и возобновим работы. Скорую и пожарную помощь здесь не ждут, так как проезд к дому затруднён. И так уже с июля прошлого года. Обратите внимание, находимся сейчас внутри двора. Произошло всё обрушение, которое до сих пор неисправно, не делается. Придавленные машины, очень много фракций, которые ща обвиняют. Земля, которая до сих пор падает сверху. Нижняя опорная стена под домом также имеет трещины и подмывается стекающими потоками. На неё установили маяки. Как сообщили в пресс-службе администрации Сочи, ситуацию на Цурюпа-13А в мэрии держат на контроле. Напомню, этот оползень далеко не единственный в городе. Сейчас подготовлена и направлена в Минстрой России исходная информация для формирования федеральной программы противооползневых мероприятий в Сочи, а также строительства и реконструкции подпорных стен. В неё вошли 673 объекта общей протяжённостью более 61 километра. Оценка необходимого финансирования – 93,5 миллиарда рублей. Ассаль Тулегенова, Аяна Гусейнова, Дмитрий Петрий, Никита Сусло. Время новостей.